в телеграм канале сожалению я уже тут много на выставляла чего вот я хотела вот нашла значит смотрите тут скриншот ребятики вам меня видно слышно ли мы висим ничего не пойму тишина такая стала так меня видно я не вешу все нормально движемся значит смотрите цирк уехал и клоуны остались я написала в телеграме окружной прокурор округа харрис ким ог во вторник утром вошла вообще в общественный центр лал парк чтобы проголосовать за свою первичную гонку то есть она сама была на выборах она под ее кандидатура была на выборах но есть сказали что кто-то уже проголосовал от ее имени по словам представителя майка каллен вот сейчас я покажу этот скриншот это я сама лично этот скриншот за скриншотила это илон маск смешно да видно это илон маск написал я подписана на илона маска и выходит вот это вот то есть илон перри заширил и написано его цитата илон маска но киддинг но киддинг означается даже не смешно и вот эта вот картинка то есть это тетка которая наверное к тому же еще но у либералка надо полагать я бы не удивилась если на трансгендарша или скорее всего даже лесбиянка но видите похоже на мужика да как бы по виду такая как бы дамочка мужиковатого типа вот и вот тут харрис каунти этот прокурор ким ок пошел вот на лон лопарк комьюнити центр во вторник чтобы проголосовать за нее за саму за нее вот это она это вот она ким опыт это за себя она хотела проголосовать и только для того чтобы ей сообщили что уже кто-то за него проголосовал вот теперь вы мне объясните объясните мне товарищ бабичев который он вообще-то не бабичев еще не товарищ как такое могло произойти как если это у нас такие честные выборы в сша и такое у нас там это такая классная у нас там демократия все такое да и значит реки 14 миллионов просмотров вот этого поста илона маска 14 миллионов просмотров то есть если лон маск что-то написал это значит очень важное да я все спасибо что видно слышно до комментариев мастер под напиши еще раз какое было камень каков было прошло прошлый раз комментарий чтобы я напомни мне пожалуйста я уже может забыла чуть-чуть то есть если бы выборы были такие действительно вот пускай бабич его объяснит то есть если люди по его словам только ходят и голосуют с паспортами сша то вопрос возникает как никто-нибудь одесса татурни десерт татурни это ну вообще этот атор не дженерал либо как они тут перевели вот google перевел это дело я ну тут либо адвокат этого округа либо это если татурни дженерал это прокурор но это не проверили окружной прокурор все правильно то есть как я и сказала окружной прокурор то есть если сам окружной прокурор в шоке что за него кто-то проголосовал как такое может быть а значит но дальше начинаем двигаться значит вот это интервью кто не подписан на канал владимира горбовского обязательно подпишитесь вообще у него 200 200 тысяч подписчиков у владимира я с ним общаюсь даже вот в личке я даже хотела как-то интервью ему дать потом приехала когда в россию как закрутила меня тут некогда свое видео записать а потом думаю уже он и так все знает вот очень попадается ему бабичи там они разговаривают о том о сем я хочу это интервью разобрать может мы не будем все разбирать а ну то 20 минут но вот этот момент где проголосование до мастер напиши пожалуйста еще раз комментарий какой был а вот нашел сейчас я поставлю прячется сейчас я тебе возможно вы хотите видеть а да все он уже за это он у нас как бы закрыт то есть он принципе уже не может ничего писать на канале поэтому я она когда он заходит я вижу но с канала его комментарии скрыты я понимаю что на разбор не интересен тут не в нем дело за этим бабичевым стоит целое поколение либеральных и русскоязычных как бы из еврейской комьюнити и просто либералов как поклонников байдена они так и рассуждают как бабичева не уверены что нужно ну как бы что честные выборы да что не надо не ну все приходят с паспортами и и голоса идут один к одному даже он даже постоянно говорит на всяких разных виде стримах о том что трамп не мог доказать что выборы были ну какие-нибудь не такие что не было не было казательств о том что не приняли эти вообще выборы трамповские как бы претензии даже сурк просто не принял чтобы рассматривать то есть я вот этом я про это хочу сказать и про вот этот тот момент спор что честные выборы и голосование в сша вот на фоне того что у нас сейчас будут выборы в россии да и мы придем с паспортами со своими посмотрите что в америке творится то есть это полный беспредел вот сейчас начнем с того что он владимир как бы с ним спорит не тут закроем бабичева как бы как как человека тут тут просто как бы точка зрения вот американцев либерального склада которому я отношу бабичи то есть это не до американцы американцы патриоты они понимают что проблема проблема в системе голосования а вот эти вот люди они не видят эту проблему не понимают и не знают вот смотрите что значит так метод не надо телеграм сейчас я хочу включить и посмотрим сенат согласовал выдачу ранее проголосовал за обсуждение даже не могу расширить меня уже короче проголосовали за то чтобы закончить обсуждение и проголосовать давайте говорит соберем митинг чтобы следующий митинг спланировать что-то вроде того да так что уже обсуждение не будет но это опять же это только сенат еще же есть конгресс а тут такое дело ну их начальник уже поздравил вот скажите почему человек называет президента украины начальником да их начальник ваш начальник тот начальник он действительно на стройке долго работал потому что только вот такой как бы строительный строительной сфере называют это тоже джек скажем сфере называют и начальник мой начальник он начальник да то президент хорошо начальник это строитель прорабы там прораба есть начальник почему называет президента от твоим их начальник на почему президентов называют начальниками я не могу понять что это за прикол не могу расширить увеличить экран потому что владимира стоит здесь вот этот вот ссылка на youtube может как-то закрыть ее, что ли? А вот, слава Богу, наконец. Все, смотрим. Не поздравил, поблагодарил. Слушайте. Вот еще сейчас перед вами тоже с жителем США разговаривал. Вам такой же вопрос. С кем-нибудь из местных интервью Путина Карлсону обсуждали, то есть эффект от него замысленный есть? Задуманный? Не, честно сказать, вот нет. Из местных как-то вот понимаете, тут времени, во-первых, было мало, потом был Супербол, Супербол убил всю информационную эту повестку, знаете. Надо было это делать вот сегодня выставлять, надо было они в ту среду, понимаете. Опять же, ложка к обеду. Ну, то, что вы посмотрели, да, где-то, наверное, видать. Не, вы представляете, да? Порассмотрела полтора миллиарда человек, посмотрела это интервью. Перед интервью Твиттер, во-первых, я хочу сказать, что все новости сейчас в Твиттере. Нигде больше новости первые не получаются. Все в Твиттере. Обсуждение шло до интервью с Путиным. Было, живые стримы шли, включаю, да, живые стримы шли в Твиттере с огромным количеством людей до интервью обсуждали, что будет говорить, о чем будет говорить Путин с Такером. Шло просто бесконечное число, но он стоп, обсуждение только люди обговаривали, как вы думаете, что будем. То есть, за неделю до стрима уже только об этом и говорили в США. То есть, то, что Бабичев не смотрит новости США, то, что он, ясно, что он не следит за аккаунтом Илона Маска, что он явно в Твиттере не находится. То есть, Бабичев живет в своей какой-то русскоязычной еврейской комьюнити и смотрит, видимо, русские каналы или в рулетке с украинцами. Все. То, что на самом деле был огромный поток информации про до интервью с Путиным, после интервью с Путиным обсуждали все. Что значит, дорога ложка кобеда? Какой супербол? Обсуждали все каналы, самые крупные каналы вышли с огромным количеством нарезок. Там все интервью, Такера интервью были живые стримы, обсуждали это интервью. То есть, блогеры, миллионники. Вот у Пи-Би-Ди канал, у него 4 миллиона подписчиков. Это был живой стрим, который обсуждали каждое слово сказанное. То есть, они останавливались, обсуждали, останавливались. Это же время шоу обсуждения в Твиттере. То есть, даже то, что он уже вот сейчас говорит, это полный бред. А люди, которые не в курсе, да, они будут слушать Бабичева и думают, что на самом деле особо и не обсуждали интервью Путина с Такером, что полная галиматья, полный бред. Я не знаю, Бабичи вообще на какой планете живут? Ну и только все, что он вообще не в Америке. Это обсуждают, то есть, 100 процентов. Просмотров огромное количество. Там под миллиард уже, говорят, просмотров, ну, на всех площадках вместе. Да плюс интересно было, знаете, даже вот я смотрел, мне было интересно, вот этот исторический экскурс был довольно-таки интересен. А еще смешно, когда Владимир ему говорит, а вы обсуждали с местными? А он такой, ну, а с какими местными он будет обсуждать? Надо английский знать, чтобы обсуждать с местными. И надо иметь местных друзей американцев. Наверное, в еврейской, это, среде, украинской, наверное, не может обсуждать такие вещи. Вообще интересно было, интервью вообще, в общем, было интересно. Перевод на английский был очень хороший. Вообще, интересно было смотреть. честно сказать. Еще вопрос к вам. Среди ваших знакомых много сторонников Байдена в США? Среди моих знакомых есть как? Надо было уточнить. Среди ваших еврейских знакомых много сторонников? Владимир-то думает, что у него какие-то американские есть там знакомые, которых у него нет. И за Байдена, так и за Трампа. И те, которые были за Байдена и сказали, больше за него не пойдут. То есть, это самые вот такие... Ну, а сам-то, этот, как его, таджика-еврей, он-то самый, я не удивлюсь, если он за Байдена голосует. Он же считает, что и Клинтон хороший президент, и Байден хороший. А, Клинтон, он сказал, вообще самый лучший президент. Это Клинтон, который бомбил Сербию, бомбил Белград. Самый лучший президент. Которые били себя в прошлый раз, в прошлый выбор пяткой в грудь и говорили, вот, Трамп плохой, за Байдена, за Байдена. А сейчас, ну, как Байден? Тихо матеряться. Так что, ну, Байден, слушайте, он, по-моему, делает все, чтобы отдать эту вот, по-моему, демократическая партия делает все, чтобы отдать эту республикацию Это неинтересно, сейчас до выборов перемотали. Да, такие вопросы Нет, просто это вот такой явный какие-то вот двойные стандарты, по-моему, ну, любой здоровый человек. Конечно, двойные стандарты. Я вот на это сам смотрю, я обалдеваю просто со всего этого. То есть, даже тот факт, что, когда Техас закрыл границу, выгнал пограничников и сказал, теперь мы берем все в свои руки, Байден сказал, я даю вам 24 часа, чтобы разобрали забор. Я вот так сижу и думаю, начнем с того, что Бабичев об этом, во-первых, не знал очень долго. Он, когда он узнал, он такой, я узнал, там уже была чуть ли не война в Техасе, а Бабичев только про это вообще узнал, что, оказывается, границы открыты. А что будет через 24 часа? Это мы уже видели, я не хочу протекаться. Социальную систему, на школьную, на все, на все, на все оказывают большую нагрузку. Плюс криминогенная обстановка, то есть, идут не компьютерщики, там и инженеры, понимаете, понятно, что за, кто идет. Опять же, я не против мигрантов, но делать это как-то легально, чтобы это как-то учитывалось. Ребята, Бабичев в этом смысле, он, во-первых, он только что меня на своем стриме опять очередной раз обмывал, и причем назвали меня тупицей там какой-то, которая не разбирается в голосовании США. И я вспомнила вот это интервью Бабичева, это кто подошел сейчас, ребята, вот кто пишет комментарии, да, я повторяю, было интервью вот Бабичева с Владимиром, и Владимир начал у него спрашивать про голосование, систему голосования, и Бабичев, оказалось, вообще не знает, как голосуют США, почему голосование и выборы могут быть недействительными и подделанными. Поэтому я хотела вот этот вопрос донести, он обо мне опять начал сегодня на своем стриме разговаривать, и опять какую-то ерунду про меня начал нести. Я хочу про выборы поговорить. Сейчас просто мы дойдем до этого момента, где выборы, и я буду уже не про Бабичева говорить, а про сам момент выборов. Секундочку. А вообще на чем граница тогда? Давайте объединимся с Мексикой, со всей Южной Америкой. Я понимаю, что Бабичев у моих подписчиков вызывает, я как говоря, рвотную реакцию, ну потерпите секундочку, сейчас. Я так понял, республиканцы конспирологическую теорию продвигают, что это способ избирателей разбавить. Типа вот все эти иммигранты, они все проголосуют за демократов. Во-первых, проголосовать они еще ни за кого не могут. А что им помешает? Возможно, потому что ты не можешь голосовать. Чтобы голосовать, ты должен быть гражданином соединенных штатов. Я-то должен жить в стране пять лет. Простите, а вот на выборы, как вот я, вот пришел человек на выборы, как определяют, что он гражданин Соединенных Штатов? Вот сейчас слушайте очень внимательно, потому что в этом месте Бабичев полностью сел в лужу, полностью, показал абсолютно свою некредитоспособность, кредитоспособность, что он не знает ни закона в США, живя 30 лет в США, понятия не имея вообще про выборную систему, почему нелегалы могут повлиять на выборы. И в этой ситуации Владимир выглядит просто красавчиком, потому что Владимир имеет 100% информацию, ну тут есть нюансы кое-какие, которые я сейчас скажу, а Бабичев просто облажался ниже плинтуса. Паспорт приносишь. Паспорт? В США паспорт? Да. Вы так удивлены. Нам же вроде как США же такая свободная страна, что там граждане даже паспорт никакой не получают. В смысле не получают? А что у меня дома нужно? В этом году обновлять надо. Возможно у вас да гранд паспорт? Права водительских типа с водительскими правами можно проголосовать? Я вам скажу такую вещь. Долгое время у меня здесь есть многие знакомые которые здесь родились выросли и не имеют паспортов. То есть им уже за 60 лет. Потому что они из Соединенных Штатов никуда не выезжали. А в Мексику и в Канаду можно было до 2011 до 2001 года ездить без паспортов. С водительским удовольствием. Во-первых в Мексику можно и в Канаду до сих пор я так понимаю то есть если паспорта нет по Гринкарте можно было ездить. И до сих пор у нас в Техасе ездят по водительскому удостоверению. До сих пор не до 2001 года до сих пор ездят. В общем Бабича что-то вообще несет. Достоверение. На Гавайи летать без паспорта. То есть в принципе кто-то... Подождите подождите какие Гавайи летать без паспорта? На Гавайи вообще ничего не надо летать. Гавайи часть США. Бабича на Гавайях наверное не было. Я на Гавайях была. У меня у мужа была командировка там две недели. Я летала с мужем командировку. И ты летишь ну как вот если бы вы летели из Москвы в Краснодар. То есть ну вы конечно в России нужно по внутреннему паспорту зайти в самолет. По внутренним. Внутренних паспортов в США нет. Есть только паспорта заграничные. Поэтому Владимир правильно говорит что я слышал что у вас в Америке у многих нет вообще паспортов. На самом деле так и есть. Внутренних паспортов потому что нет. А заграничный паспорт нужен только тому кто летает за границу. Причем опять таки в Мексику и Канаду можно было летать просто ну ездить либо по гринкарте либо по водительскому удостоверению. Паспорт заграничный даже был не нужен. Вот. И это разные вещи. То есть вместо внутреннего паспорта в США пользуются водительским удостоверением. То есть ваше обычное водительское удостоверение права водительские. И ты чтобы сесть в самолет ты показываешь водительские удостоверения. То что он тут приснулся что ну может быть на Гавайи нужен заграничный паспорт. Вообще не нужно на Гавайи ничего. Гавайи это США это 50 штат США или какой-то штат это один из штатов. То есть как ты летишь внутри страны так ты летишь на Гавайи не надо вообще паспорт никакой. Турик полетает без паспорта. Ну понятно по колониям. В 2001 колоника хотите называть. В 2001 году после того что произошло даже в Канаду нужен паспорт. Чтобы поехать куда-то. То есть люди начали получать паспорта. Опять же эти паспорта в федеральном правительстве хорошие деньги на люди. Так ребята я сейчас опять Бабичева посажу в лужу. Есть паспорта а есть паспортные карточки. Ну карточки такие. То есть для того чтобы полететь в Мексику в Канаду вам не нужен полноправный паспорт. Это просто такой полупаспорт. Это паспортная карточка. То есть в принципе это не будительский доставили но это не паспорт. По нему вы можете полететь только на Багамы на какие-то Карибы в Канаду и в Мексику. Все. То есть это не тот паспорт который для голосования мог бы понадобиться. то есть это не полноправный паспорт. Это просто паспортная переходная штука по которой только ты можешь в нескольких стран съездить. Но для этого паспорт полноценный получать не надо. То есть он даже этого не знает. Что паспорт чтобы съездить в Мексику в Канаду паспорт такой как у него он и стоит там что-то 400 долларов сейчас по-моему этот паспорт не нужен. Такую цену сейчас такая цена я вообще не знаю обновить. В общем это от темы отошел. Когда идешь голосовать ты несешь с собой паспорт. Во-первых ты приписан какому-то округу где ты голосуешь. Ты не можешь просто так. Например сегодня ты в Лос-Анджелесе а пойду проголосую. Ты не можешь ты приписан к примеру Чикаго или Сан-Франциско ты должен там быть проголосовать. Ну ладно. Мне рассказывали ну может быть везде по-разному штат это ведь тоже обращается. Ну до этого мне говорили что достаточно прийти с правами сказать что проживаю я там-то там-то вот хочу сделать волеизъявление. И типа у мигрантов в том числе даже не получивших гражданство США проголосовать раньше вполне получалось. Этот человек из Лос-Анджелеса мне рассказывал. Не знаю как там Лос-Анджелес у вас в какой штат у меня Нью-Джерси я до этого жил в Нью-Йорке там голосовал в штате Колорадо у меня друзья живут. Вы слышали да? То есть в этом месте Бабичев вообще начинает плыть. То есть Владимир ему говорит факты что у меня есть знакомые которые говорят что мы голосовали по водительским удостоверениям. Бабичев делает вот такие глаза и начинает аааа все он поплыл то есть он не может ничего дальше на этом месте сказать. Начинает опять гнать свою вот эту волну что нужно значит паспорт. То есть в этой ситуации между американцем 30-летним стажем и нашим российским блогерам получается счет уже 10-0 в пользу Владимира потому что Владимир уже раз сказал уже родить вторую информацию третью Владимир продолжает говорить и все что он не говорит это так и есть все что говорит Бабичев это полное короче говоря дерьмо смотрим дальше я потом начну показывать доказательства насчет того что Бабичев не прав а Владимир прав но давайте сначала послушаем как Бабичев себя топит в луже дерьма в Техасе то есть здесь паспорт в Техасе то есть я голосовала за Трампа раз я голосовала за Трампа два до этого я честно признаюсь я пропустила одни выборы потому что как бы я была против Обамы там шел по-моему Маккейн или кто-то не помню даже я не хотела даже идти голосовать я ходила с водительскими удостоверениями паспорт я свой не носила я живу в Техасе то есть Владимир ему говорит что в Калифорнию голосовали с правами я из Техаса говорю с правами голосовала уже два раза а третья просто не прошла проигнорировала бойкот у меня был вот а этот Бабичев продолжает доказывать что надо ходить голосовать с паспортом если так что не знаю так что идешь несешь паспорт голосуешь по паспорту и все хорошо сменится президент США что поменяется с Бабичевым но мы пока сейчас с паспортом решим вопрос решаем вопрос с паспортом так Владимир мне сейчас пока не нужен ему телеграмм выключаем значит ребята самый элементарный момент самый элементарный момент вот у нас есть так понятно а еще вот Владимир ему правильно сказал на тему того что говорит сейчас он сказал а насчет паспортов он говорит а сколько а сколько паспортов в США то есть если не у всех людей есть паспорта этих паспортов значит соответственно не хватает то вопрос возникает и я тут значит тоже сегодня выставила в своем телеграмм канале вот этот вот эту статью вот вот эта статья я ее увеличиваю на сайте today.ugov.com то это правительственный сайт есть значит статистические данные это правда было в 21 году я не стала просто первое что мне попалось значит смотрите только одна треть американцев имеют действительный US паспорт значит смотрите если только одна треть граждан США имеют действующий паспорт то есть там на самом деле они сказали что дальше в статье было сказано что где-то примерно больше чем одна треть человек есть паспорта ну допустим скажем даже 40% имеют паспорта но из них половина дети например у одного у семьи может быть двое трое детей они едут за границу куда-нибудь отдыхать они берут детям паспорта да вот я у меня было у сына паспорт и у дочки был паспорт да то есть уже двое паспортов но это были дети то есть то что у детей есть паспорта они голосовать не будут а я задала поиск именно у взрослых то есть у тех людей которые могут голосовать то есть 18 старшая написала ой дюл и они сказали только у одного трети американцев есть есть и действующий паспорт 40 миллионов человек там имеют паспорта 60 миллионов американцев имеют паспорта но они не были обновлены они были просрочены то есть это выдано всего из них половина детей имеет паспорта остальные паспорта просрочены то есть соответственно только одна треть американцев у них действительный паспорт что бабичев хочет сказать что только одна третья человек может пойти проголосовать а две трети американцев они соответственно вообще не могут идти получается голосовать, да, то есть, если ты только по паспорту, а что с остальными двумя-третьими людьми, которые не имеют паспорта, или как он до этого сказал Владимиру, да, что, вот он в этом видео, да, Владимиру он сказал, что, ну да, у меня куча знакомых, у которых они прожили уже по 20-30 лет в США, у них нет паспортов, нет ли тут противоречия, то есть, если люди жили в США 20-30 лет, это говорит о том, что они, естественно, уже гражданство получили, потому что, ну, как можно жить 20-30 лет, а не получить, в конце концов, гражданство, надо, что, наверное, люди получили гражданство, вот, если у них нет паспортов, значит, они что, не голосовали все эти люди, которые по 20 лет прожили, они что, никогда не ходили голосовать, паспорт нужен людям, американским, для того, чтобы за границу поехать отдыхать, и опять-таки, повторяю, для вот этих стран, Канада, Мексика, там Пуэрто-Река какие-нибудь, нет, Пуэрто-Река нет, Карибы, Багамы, им достаточно просто такой карточки, так как паспортная карточка, это не то же самое, что паспорт, по этой карточке можно ездить вот в эти вот, там, 3-4 страны всего-навсего, то есть, ну, тот, не тот паспорт, по которому вы бы шли бы голосовать, она не для голосования дается, хотя тоже это вид твоего удостоверения, что ты, это ты, вот, но паспорта, в основном, люди заказывают, настоящие полноценные паспорта, когда ты едешь за границу, то есть, там, в Европу куда-то летишь, в любые другие страны, кроме вот этих вот, Канады, Мексики, допустим, вот, и, значит, смотрим дальше, в какие страны, не будем далеко ходить, мы просто с вами, ребята, зайдем на Википедию, на Википедию зайдем, я уже перевела на русский язык в Яндексе для вас, вот, и тут, значит, написано, значит, вот карта, очень интересная карта, сейчас я посмотрю, если я могу увеличить, вот, я ее увеличила, эту карту, это карта США, ребята, эта карта показывает, значит, в каких штатах нужно приносить какую-либо форму, ну, удостоверение личности, да, и вот, смотрите, Красный Штат, это, наверное, там, кстати, где Бабичев проживает, я, к сожалению, вот нажав на Штат, не написано, это Флорида, за Флоридой тут у нас Каролины идут, Южная, Северная, Каролайны, и вот это уже туда, к Нью-Йорку идет, по-моему, вот тут Нью-Йорк и Нью-Джерси, вот где-то тут, значит, смотрите, те штаты, которые красные, Бабичев даже к ним не относятся, то есть я, вот, если это Флорида, это, допустим, или Джорджия, по-моему, после Флориды сразу Джорджия, не вините меня, я могу забыть эти такие вещи, если это Флорида, это может быть, по-моему, Джорджия, потом Южная Каролайна, потом Северная Каролайна, и вот тут уже всякие вот эти вот Нью-Джерси, Нью-Йорк и так далее, то есть они серого цвета, если этого серого, а вот тут внизу написано, какой штат какой, то смотрите, если Красный Штат, то написано, что Красный Штат требуется удостоверение личности с фотографией строго, но не написано, что это паспорт, по удостоверениям личности, мы потом откроем векопедию, что имеется в виду удостоверение личности, водительское удостоверение, это не паспорт, это только вот в Красных Штатах, сколько их тут, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, из пятидесяти штатов, только восемь штатов требуют строго удостоверения личности с фотографией, ну а это вот написано, water ID, photo ID required, то есть ты можешь принести водительское удостоверение, потому что на ней есть фотография, этого достаточно, дальше мы смотрим, оранжевые, требуется удостоверение личности с фотографией не строгое, то есть это тоже, вот Техас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять штатов, ну вот еще маленький, наверное, рунт айланд, маленький штат, 10, да, 10 штатов требуют удостоверения личности с фотографией, не строгое, то есть это что, можете приносить, можете не приносить, можете с фотографией, наверное, удостоверение личности, но может быть без фотографии, я вам сейчас как-то покажу список документов, которые можно принести на выборы, вы просто в обмороке сейчас будете, подождите, не расходите, самое интересное впереди, дальше, вот синие штаты, требуется удостоверение личности без фотографии строго, то есть о чем речь идет, вы должны строго принести удостоверение личности, но может быть без фотографии, то есть любой нелегальный иммигрант, хорошо, мы не будем их называть, за это слово меня банит ютуб, хорошо, скажем, любой иммигрант, не являющийся гражданом США может принести какое-то удостоверение без фотографии, да, и он скажет, что я вот пришел голосовать, и они обязаны его принять, потому что это удостоверение личности без фотографии, то есть это может, он может взять у кого-то, он может вообще у кого-то взять и прийти с этим удостоверением, так дальше, это темно-синее, извините, их всего три, раз, четыре, раз, два, три, четыре штата требует, это уже без фотографии, понимаете, не паспорт, то есть люди приходят голосовать на выборы президента, не то, что там без паспорта, а с каким-то удостоверением личности без фотографии, вы скажите, что это за удостоверение личности без фотографии, ну я скажу, что это с филькина грамота, дальше, штаты вот голубые, голубые требуют удостоверение личности без фотографии, не строго, то есть те хотя бы требуют без фотографии, но строго какую-то бумажку принесите, что вы что-то, вы кто-то там, ну может на без фотографии, а вот эти, значит, голубые штаты, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ну малюхонькие, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать штатов требуют удостоверения личности без фотографии, не строго, то есть мало того, что без фотографии удостоверение личности, так еще и не обязательно удостоверение личности, понимаете, то есть если-то на голосование удостоверение без фотографии и не строго, то есть и без фотографии еще и не обязательно приносить, а вот у нас есть серые штаты, кстати, бабичевые, я так понимаю, в одном из этих серых штатах живет, внимание, внимание, для голосования удостоверение личности не требуется, всем понятно, то есть удостоверение личности не требуется в общее штатов, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать штатов, где не требуется вообще никакого удостоверения личности, и при этом человек нам рассказывает, так сейчас я убежу, что у меня камера не замерзла, работает, да, при этом человек доказывает, что только с паспортом, тут не только не с паспортом, тут не надо ничего для голосования удостоверения личности, не требуется, вот все, и тут в принципе, как бы, В этой статье о законах идентификации избирателей Соединенных Штатов так и написано, вот мы сейчас найдем, что требуется удостоверение личности с фотографией Арканзас, Джорджия, Индиана, Канзас, Миссисипи, Огайо, Теннесси и Висконсин. Требуется удостоверение личности с фотографией не строгое, то есть может быть удостоверение личности, но без фотографии, Алабама, Флорида, Гавайи, Айдаха, Луизиана, Мичиган, Монтана, Род Айленд, Южная Каролайна, Южная Дакота и Техас. О чем я говорила? То есть я хожу, тут не написано паспорт, тут написано удостоверение личности с фотографией не строгое. То есть в принципе можете принести что-то удостоверение личности и сказать, что вы это вы, а это не вы. Например, у вас умерла бабушка, дедушка, да, у них остались документы какие-нибудь. Или из другого там вообще, не знаю, кто-то в гости к вам приехал, вы взяли их удостоверение, принесли, или несколько раз ходили за себя, за того парня, еще за кого-то. Собрали у всех бабушек в доме престарелых эти удостоверения и пошли, каждый день ходите, приносите, я это вот Лида, Лизия, я там Джейн, я там Клара, я там еще кто-то ходите. Если фотографии нет, как вы собираетесь удостоверить, что это вы? Понимаете? Ну никак. Вы скажите, нет, это я, все, мало, это я просто выгляжу юно, а так-то мне 60 лет, а это просто я выгляжу так. Понимаете, то есть это можно ходить, а причем эти голосования, они там две недели идут, там начинается раннее голосование, чуть ли не там за три недели, потом там обычная голова тянется и тянется, и тянется, можно так ходить, знаете, один человек может проходить, проголосовать 250 раз. При этом они вам будут говорить, что США выборная система, голосование система идеальная, демократия, а вот в России, где действительно ты должен прийти с паспортом, вот в России-то, конечно, там-то не так все, там-то не так. Бабичу попутал берега, я вам говорю, он систему в России, что надо с паспортом приходить голосовать, он это перенес на США. Да, человек вообще не знает ни законов местных, ни 30 лет прожить, такое иметь тупое мировоззрение, такое вообще никакое. Боже мой, боже мой, кто его смотрит? Ребята, подписчики Бабичева, кто смотрит Бабичева, пожалуйста, не слушайте никакую его информацию про США. Вот смотрите его видео про тролли вот этих вот несчастных украинцев, да, смотрите вот это вот там. Но то, что касается США, ничего, ни одну, никакую, ни точку, ни запятую, ни строчку про Америку вообще не воспринимайте. Все, что говорит Бабичев про США, это 100% ложь и неправда. Дальше смотрим. Требуется удостоверение личности без фотографии строго. То есть удостоверение личности требуется, но можно и без фотографии. Аризона, Северная Дакота и Вайомин. Требуется удостоверение личности без фотографии не строго. То есть даже без фотографии можете не приносить удостоверение личности на выбор. Аляска, Колорадо, Коннектику, Делавей, Райова, Кентукки, Миссури, Ньюхемпшир, Оклахома, Юта, Вашингтон, Вирджиния, Западная Вирджиния. И вот мы пришли, наконец, к Бабическому Нью-Джерси. Ребята, тададададам! Для голосования у урны, для голосования удостоверение личности не требуется от слова вообще. Бабическому Нью-Джерси, Калифорния, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Миннесота, Небраска, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк. То есть, в это интервью, которое мы смотрели только что с вами с Владимиром, Бабическому Нью-Джерси сам сказал своим ротам, что он жил до этого в Нью-Йорке и голосовал, и он жил в Нью-Джерси. И он доказывал, что надо холодить только с паспортом. И мы видим, что это как раз те штаты, которые на карте отмечены серым. То есть, серым мы с вами прочитали, это те штаты серые, где для голосования удостоверение личности вообще не требуется. То есть, вы понимаете, если вы запустили в страну 20 миллионов мигрантов, и их отправили в основном в Нью-Йорк и там всякие Нью-Джерси и так далее, то есть в эти штаты, где не требуется голосование, то вы можете, в принципе, всю жизнь выбираться. Всю жизнь вы можете быть вот либералом, потому что эти мигранты, они голосуют всегда за демократов. Почему? Потому что демократы их обещают легализировать. Либо демократы им дают бабло, кредитные, дебетные карточки с баблом. Они им дают уже сейчас, вот те, кто пролез через дырку, я вам сейчас, кстати, тоже не переключайтесь, расскажу прикольный случай из моего опыта уже переводчика медицинского. Только что мне попался в пятницу человек, который сидит сейчас на границе в «Обезьяннике». Продолжение следует...